Привет, друзья мои, я Алиса Медведева и настало время подводить итоги 7 апреля 43 дня войны. На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о грядущих боях на Донбассе. Украинские власти заявили, что сражение будет сравнимо с битвами времен Второй мировой войны. Из региона уже массово уезжают люди. Затишье также, судя по всему, будет и на переговорном направлении. Что-то конструктивное там, скорее всего, начнется после изменений на фронте, если они, конечно, будут. А пока обе стороны считают, что они, как минимум, не проигрывают и ожидают, что ситуация на фронте повернется в их пользу, чтобы потом на переговорах диктовать свои условия и иметь наиболее выгодную переговорную позицию. Традиционно начинаем с ситуации на фронте. По информации украинского генштаба, российские войска продолжают стягиваться на Донбасс. Следующий шаг России – это попытка выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Самые ожесточенные бои сейчас идут за Попасную, Рубежная, Лисичанск, Северодонецк, Глуганской области и, безусловно, Мариуполь в Донецкой. Но не только Мариуполь. Противник развивает направление с Изюма на юг, Краматорску, Славянску, а также Суглидара и Маренки. Тоже на это же направление. Сегодня также резко усилились обстрелы Харьковской области и продолжают бомбить Харьков. То есть в целом на Донбассе продолжает расти напряженность и власти призывают местных жителей как можно быстрее эвакуироваться. Людей на вокзалах очень много. Судя по карте, опубликованные британским Минобороны, россияне полностью очистили Киевскую и Черниговскую области. Имеется в виду ушли оттуда, а также почти вышли из Сумской контрнаступления. Украина, судя по карте, переходит лишь на одной локации от Николаева в сторону Херсонской области, а также на севере Херсонщины, где противника оттесняют от границ Днепропетровской области. Еще одна тенденция последних дней это ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре. Судя по всему, россияне таким образом пытаются затруднить переброску подкреплений ВСУ на Донбасс, а также вообще затруднить железнодорожные перевозки по всей стране. Сегодня также появилось немалое количество прогнозов касательно того, чего дальше ждать от войны и когда она вообще закончится. И прозвучали сегодня три основных посыла. Первый о том, что Россия собирается в сжатые сроки захватить Донбасс. Об этом сегодня заявили в Минобороны Украины. Каких-то конкретных деталей по этому поводу украинские военные не приводили, но выступая перед своими коллегами из НАТО, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что это будет битва уровня Второй мировой с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники. Также он намекнул, что все необходимое оружие для Украины Запад поставит, хотя и дал понять, что для Украины счет идет на дни. О решающей битве за Донбасс заявлял сегодня и глава офиса президента Андрей Ермак. Он сказал, что от ее исхода будет зависеть дальнейший ход войны. Второй посыл в том, что после Донбасса противник может снова вернуться к попыткам захвата Киева, может наступать на Одессу или же вообще попытаться захватить всю Украину. О том, что Россия может попытаться повторно вторгнуться в Киевскую область, пишет и CNN, опираясь на свои источники в Вашингтоне и в Брюсселе. США и их союзники по НАТО предполагают, что это может произойти, как только Путин решит все свои задачи на Востоке. И третий посыл озвучил генсек НАТО Йенс Столкенберг. По его мнению, война в Украине может продлиться недели, месяцы и даже годы. По его словам, миру стоит быть готовым к затяжному конфликту, а НАТО следит за тем, чтобы война не затронула страны Альянса. Но давайте вернемся к ближайшей перспективе, к Донбассу. Со всех сторон и от России, которая обозначила этот регион ключевой целью всей спецоперации и от Украины, и от Запада, звучит прогноз, что в ближайшее время развернется решающая битва за Донбасс. Российская Федерация попытается захватить всю Донецкую и Луганскую область. Тут стоит отметить, что для Российской Федерации это не будет простой задачей, поскольку по разным оценкам до начала войны, то есть до 24 февраля, на Донбассе находилось от 40 до 70 тысяч украинских военных. Причем это были самые боеспособные части, которые находились в укрепрайонах, которые строились последние 8 лет. После начала войны, очевидно, группировка ВСУ на Донбассе возросла. А после высвобождения украинских войск под Киевом, на киевском направлении, возможно, они были направлены также в качестве подкрепления на Донбасс. Точное количество войск Российской Федерации плюс ЛДНР на этом направлении имеется в виду на Донбассе, сколько их будет задействовано, неизвестно. Но, по данным Пентагона, сейчас в Украине остается примерно 80 тысяч российских солдат. То есть, в целом, во всей Украине российская группировка не только на Донбассе сопоставима с численностью украинской группировки ВСУ на Донбассе. Даже с учетом ЛДНР получается, что тотального превосходства у противника нет. А действовать на Донбассе россиянам придется в крайне тяжелых условиях. Каждый населенный пункт очень хорошо укреплен. Каждый городок, село, населенный пункт – это такой маленький Мариуполь. Кроме того, если российские войска попытаются окружить группировку ВСУ в зоне ООС Запада, то остается угроза флангового удара украинской армии со стороны Днепропетровской области. И, вероятно, поэтому представители украинской власти так уверенно говорят об этих предстоящих боях, в частности, Алексей Ристович. Но вопрос, каким образом будут действовать в таких условиях россияне? Попытаются ли подтянуть максимальное количество сил, чтобы прорвать оборону украинских войск, чтобы выполнить задуманное? Или же они ограничатся локальными ударами, возьмут Авдеевку, Маринку, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Нью-Йорк под Горловкой. Либо же вообще нанесут удар в каком-то другом месте, по направлению Николаев или Харьков, Одессу. Предполагать-то мы, конечно, можем, но это все гадания на кофейной гуще на данный момент, поэтому узнаем, как оно там будет в ближайшее время. Также нарастают проблемы с украино-российскими переговорами. Сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров сделал несколько заявлений. Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран. Этот замысел неприемлем. Кроме того, в новом украинском варианте соглашения отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Также он заявил, что буквально вчера Украина предоставила новый проект документа, проект соглашений. И в нем отличается то, что там написано, от тех предложений, которые были в Стамбуле. Также он посетовал на то, что в ответ на жест доброй воли, это в России так называют приказ Путина, как сказал Песков, об отводе российских войск из Киевской области, Украина устроила, цитирую Лаврова, провокацию Буча. Правда, при этом он сказал, что переговоры будут продолжены, а также заявил, что Вашингтон толкает Зеленского на продолжение боевых действий. На все эти заявления Лаврова уже отреагировали в Украине. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская делегация, переговорная группа, не взаимодействует с группой Лаврова. От представителей российской делегации, в частности Владимира Мединского и других представителей России никаких претензий Украина не получала. Также Подоляк заявил, что Киев работает в рамках предложенной в Стамбуле формулы. Поэтому сложно понять, что именно он, то есть Лавров, имеет в виду и зачем вообще комментирует проблематику. А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали. Появление же заявлений от Лаврова Подоляк связал с растущим скандалом после Бучи. Он заявил, что в Москве видят стремительно нарастающие крайне негативные глобальные оценки способа введения войны Российской Федерации и их склонность к отказу от правил и обычая введения войны. И поэтому, по его мнению, появляются подобные заявления со стороны Российской Федерации. Но стоит заметить, что на Банковой не опровергли информацию о том, что был подан некий новый проект от украинской стороны. Далее заявления о переговорах поступили со стороны Турции. Там говорят, что в ближайшую неделю никаких прорывных изменений в переговорах не ожидают. Это в общем и целом совпадает и с рядом других прогнозов. Основных причин этому несколько. Это и отсутствие консенсуса между Украиной и Россией по основным пунктам переговоров. Это и отсутствие четкого понимания касательно, какие страны и какие конкретно гарантии безопасности будут предоставлять Украине. Это также очень сильно негативное влияние массовых убийств в Буче на возможность Украины вообще договариваться с Россией. Это также и увеличение санкционного давления на Россию и заявление Запада о том, что поставки оружия в Украину будут продолжаться. Плюс целый поток заявлений в последние несколько дней со стороны НАТО и США касательно того, что Украина вообще может победить Россию. Все это побуждает Киев занимать более жесткую позицию на переговорах. Мол, ну если мы и так скоро победим, то зачем идти на какие-либо компромиссы и уступки? В целом же ни одна из сторон не считает, что они близки к поражению, что они проигрывают эту войну. А потому, собственно говоря, никто и не идет ни на какие уступки. Поэтому дальнейший ход переговоров, друзья мои, зависит от ситуации, которая будет разворачиваться на фронте. И скорее всего произойдет это не через день, не через два и даже не через неделю. Но очевидно, что здесь у обеих сторон расчет на то, что они на фронте боевыми действиями, своими маневрами смогут повернуть ситуацию в свою пользу и выйти на переговоры уже с более сильной позицией. Но как оно будет по итогу, мы с вами, конечно же, увидим в ближайшее время. Вот таким был этот день. Очень сложно идут переговоры. Вы сами все видите, собственно говоря. На этом у меня пока. Все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. И совсем скоро мы с вами снова увидимся. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Дистанционно обнимаю. Держимся. Да. Пока-пока. Продолжение следует.